Вы точно слышали о пользе общения с успешными людьми, но что делать, когда нет такого окружения? Решение есть! Рекомендую вам канал Олеся Тимофеева. Он сам прошел путь от начинающего студента-предпринимателя до собственника миллионной компании. На своем канале Олесь берет интервью у топовых бизнесменов, чтобы вытащить их самый ценный опыт, накопленный годами, и передать его вам. Переходите по ссылке в описании и выигрывайте ценные подарки от миллионеров в каждом выпуске. Носите большую одежду, так вы будете выглядеть стройнее. Это полная... Мне даже в голову не приходит, как можно было дать такой совет. Но таких советов полно в интернете. Поэтому сегодня я подобрал 21 самый глупый совет по стилю, который следует игнорировать. Первый совет. Ты получаешь то, за что платишь. Часто это правда. Но так же часто это не так. Как не попасть в просаг? Надо знать, что ты ищешь. Простой совет. Пойдите в лучший магазин мужской одежды в вашем городе и посмотрите на хорошие вещи. Поймите, что есть хорошо. Если вы посмотрите на часы Rolex или на ботинки высокого качества, то вы начинаете разбираться и понимать, что такое высокое качество. Поэтому, когда вы видите распродажу и там есть качественные вещи, то вы знаете, что это будет хорошей покупкой. А когда вы увидите дорогую вещь, но она плохого качества, то вы понимаете, что это подстава и лучше пройти мимо. Следующий совет. Никакого белого после рабочего дня и никакого коричневого в городе. Эти правила созданы умышленно, чтобы разделять людей по классам. Есть определенный этикет, правила, которым мы следуем. Но эти правила этикета и стиля очень устарели. Честно скажу, на мой взгляд, туповаты. Конечно, вы можете надевать белые вещи после рабочего дня. И нет никаких проблем с коричневым в городе. Далее, коричневое с черным. О чем вы говорите? Вы легко можете надевать коричневое с черным? Это легко, особенно если речь идет об обуви. Как в этом примере, ботинки от Testy Boots. Отличная компания, ссылку оставлю в описании. Но посмотрите сами. Края на подошве, они целиком черные. Так что можно совмещать. Поэтому просто игнорируйте это правило, если вы достаточно уверены в себе, чтобы надеть такой микс. Еще один плохой совет. Это вы среднего размера или вы крупного размера. Все это чушь. Вам надо знать размеры вашего тела. Вам надо измерить одежду, которая на вас отлично сидит. И, зная эти размеры, отправляться за покупками. Так вы сэкономите гораздо больше времени в поисках новой одежды. Еще один совет. Не носите цепочки для портмоне и туфли с квадратным носом. Вообще, это на самом деле хорошие советы, и я бы не хотел поймать вас обутым в квадратные туфли или с цепочкой для портмоне. Следующий плохой совет. Будь собой. О, вы парень в джинсах и футболке. Надевай к этому кроссовки. Ребят, вы когда-либо задумывались о том, кто вы на самом деле и что вы привносите в этот мир? Многие мужчины нет. Просто носят, потому что модно. Брендовые футболки и джинсы, которые все носят, так себя идентифицируют. Это просто тенденция моды. Поймите это. Хорошо, допустим, вы молодой модный адвокат, который еще учится. Возможно, стоит следить за стилем, чтобы научиться выглядеть так, как тот, кем вы хотите стать в будущем. Задумайтесь над тем, какое послание вы хотите нести в этот мир и одевайтесь соответствующе. Следующий дурацкий совет. Покупайте вещи, только когда они на распродаже. Представим, что вам необходимо заплатить всю цену за вещь. Есть много таких вещей, которые никогда не продаются со скидками. Я скажу просто. Купите их. Если это часы, которые вы будете надевать тысячи раз и, возможно, оставите в наследство. Вот какова настоящая ценность таких вещей. Время бесценное, вы покупаете то, что хотите. Вас давит жаба, но зато потом вы вытаскиваете максимум из этой вещи. Следующий идиотский совет. Покупайте известные бренды и все будет хорошо. Это настоящая ерунда. Потому что многие это громкие имена. Знаете, они выкуплены и их прессуют делать наценку. Вам необходимо изучить вопрос и разобраться в качестве. Не доверяйте брендам, потому что тогда вы будете расстраиваться. Купите вещи, потом, ё-моё, да она разваливается на части. Слушайте свою интуицию и навыки определять качество. Погодите одну секунду, ребята. Перед тем, как я пойду дальше, если вам нравится видео, ставьте лайк. Если вы только что познакомились со мной, то подписывайтесь на канал. Если вы согласны или нет со мной, то пишите в комментариях. Хорошо, ребята? Окей, тогда поехали дальше, к следующему тупому совету по стилю. Дурацкий совет. Берите с собой женщину за покупками. Пол не делает никого лучше в чем-либо. Это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Но женщины будут в целом более продвинутыми в моде. Потому что еще в детстве, играя с куклами и разбираясь в цветовой гамме, делает их более опытными в этом вопросе. Теннергази говорил об этом, что женщина оденет мужчину так, чтобы он выглядел мило. Но мужчина должен одеваться, чтобы демонстрировать силу и власть. Всегда думайте о посыле, который хотите сделать, и одевайтесь соответствующе. Еще один дурацкий совет. Носите костюм, вы будете шикарно выглядеть. Это не всегда так. Если ваш костюм вам не по размеру, это не будет хорошо выглядеть. Если вы наденете костюм, то убедитесь, что он соответствует пирамиде стиля. Размер, функциональность и ткань. Ребята, если вы сделаете это, тогда вы будете шикарно выглядеть. Если нет, то навряд ли этот костюм вас украсит. Следующий идиотский совет по стилю – носите то, во что одеваются знаменитости. Просто повторяйте за вашими любимыми знаменитостями. Вы можете подхватить несколько крутых идей от знаменитостей, таких как Джордж Клуни, Райан Гослинг. Но я все равно бы сказал, будьте очень внимательны, когда ищите вдохновения в этом направлении. Потому что можно пойти не в ту степь и скопировать что-то из ряда костюм петуха. Так что полегче с этим. Следующий плохой совет – вам надо потратить кучу денег и покупать много одежды, чтобы выглядеть стильно. Ребята, это полная чушь. Есть один парень Бидл, Алан Фланцер говорил о нем в книге «Одевайся как мужчина». Он считался лучшим по стилю в свое время. У него было всего шесть или семь костюмов в гардеробе. Так что ты можешь выглядеть круто и стильно, даже если у тебя не так много одежды. Все, что вам требуется, это продумать взаимозаменяемый гардероб. Например, у вас есть три пары туфель, три пары джинс, три пары рубашек и три пары пиджаков. Итого выходит 12 вещей. Если все эти вещи взаимозаменяемые, то получается 81 вариант. Суть в том, что вы можете стильно одеваться с меньшим количеством одежды, если она на вас хорошо сидит, и она взаимозаменяемая. Следующий дурацкий совет – ваш возраст диктует, что вам носить. Вам 30, 40, 50, 60, 20. Вы должны одеваться соответствующе. Конечно, я все понимаю, одеваться согласно возрасту, в этом есть доля правды. Потому что у людей есть определенные ожидания. Вам может быть 60 или 50. Вы по-прежнему можете носить кэжуал одежду, которую носит обычная молодежь, если вы достаточно уверены в себе. Так что если вам 50 и вы хотите надеть определенный лук, при этом вы готовы к этому, тогда вперед. Следующий совет – все должно совпадать. Следует различать совпадение и схожесть. Нет необходимости подбирать вещи одна к другой. Но они должны подходить друг к другу. Далее мужчина никогда не может быть слишком нарядным и слишком образованным. Это относится к Оскару Уайлду. Мне нравится Оскар Уайлд, но мне не нравится этот совет. Потому что я считаю, что мужчина может быть слишком наряженным и слишком образованным. Есть, например, дресс-код, а вы надеваете смокинг на простую вечеринку. Вы просто сливаете этот вечер, потому что вы слишком нарядились. Не делайте этого. Вы можете быть слишком образованным, потому что на это уходит много сил и времени. Потому что все это время вы могли делать что-либо другое. Ну, не знаю, мне просто не нравится эта цитата. Потому что всегда есть более ценное времяпрепровождение. И да, можно быть слишком нарядным. Ваши носки должны совпадать с вашими брюками или туфлями. Я знаю два лагеря. Тех, кто за то, чтобы носки совпадали с туфлями, и тех, кто за то, чтобы они совпадали с брюками. Но как насчет ярких и смешных носков? Ваши носки не обязательно должны совпадать. Их суть в том, чтобы визуально удлинить ногу. Но если вы не против привлечь внимание к вашим лодыжкам, то дерзайте. Следующее дурацкое правило – носить манжеты на запонках только с пиджаком. У меня есть друзья, которым нравится надевать рубашки с манжетами просто так. Например, в жарких странах. Им просто нравится, как выглядят манжеты даже без пиджака. Я вообще считаю, что запонки и манжеты должны вернуться в моду. Это отличная деталь мужского гардероба. Так что вперед и смело нарушайте это правило. Следующее правило – вам обязательно надо надевать ремень, если ваши брюки имеют петли для ремня. Я частенько нарушаю это правило, когда ношу рубашку на выпуск. Мне просто не нравится, когда этот ремень мешается у меня посередине корпуса. В этом случае это правило можно нарушать. Следующее правило – вам надо совмещать вашу рубашку с вашими туфлями. Я не знаю, когда именно появилось это правило, но вы спокойно можете его игнорировать. То есть, мне надо надеть эти ботинки с этой рубашкой. Да, возможно, будет хорошо смотреться, но мне кажется, что вот эти выглядели бы получше. Ну что ж, господа, это были те правила стиля, которые, по моему мнению, можно игнорировать. Возможно, вам интересно спросить. Антонио, я понял, что можно игнорировать. Но какие правила мне следует соблюдать? Знаете что, у меня есть для вас ответ. Это 10 правил, которые необходимо знать каждому без исключений. Я сделал это видео специально, чтобы вы могли освоить фундаментальные навыки стиля. Если хотите больше, у меня еще 1000 видео на RealManRealStyle. Смотрите в меню канала. На этом все. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok